Приветствую вас. Начнём, пожалуй, с того, что вы не сможете так просто взять и забыть его. То есть вы не сможете остыть и забыть это чувство. И нам чувства не подчиняют, это первое. То есть стоит относиться к этому как к определённому феномену в своей жизни. Это именно феномен вашей жизни. И он произошёл не на пустом месте. У него есть причины. У этого феномена есть причины. И соответственно стоит признать, нужно признать, что вы этих причин не знаете. Пока что. Дальше, значит, вы пишете, что встречаетесь с молодым человеком пять лет. У меня своя успешная фирма по работе предсказа и футболистом. Хотя до этого со многими было знакомо. Ну, знаете, здесь у меня такое ощущение появилось, что у вас очень размеренная такая определённая жизнь, где уже всё сплачено, где уже всё понятно, где уже всё как бы предопределено. Никакой спонтанности, никакого интереса, никаких эмоций ярких не имеется. И с молодым человеком, в принципе, всё хорошо, но вам с ним просто хорошо, вам с ним просто удобно, вам с ним просто комфортно. Вот, и всё. То есть как бы, возможно, вы его и любите, то есть это как бы, ну одно другое, одно другое не исключает. То есть вы его, может быть, и любите своего молодого человека, действительно, но слишком мало вашей жизни спонтанности. Я так полагаю, там все вот, вы пишите, пять лет встречаетесь, у вас своя фирма, скорее всего, чёткое будущее, но, заметите, за пять лет встречания, вы так до сих пор не поженились. Это, конечно, навевает на определённые мысли. Пять лет – трог большой, как будто пора бы отношения двигать вперёд, а с вами речь не идёт. Дальше, вы этого влюбилась. Ну, опять же, что значит влюбилась? Влюблённость – это придание чувствам, точнее, не чувствам, а человеку. Придание человеку тех качеств, которые вам важны, которые вам нужны, которые вам интересны, которых вы хотите, как бы. То есть история, вот именно влюблённость, если мы говорим именно про влюблённость, то влюблённость – это… именно идеализация человек, именно влюблённость. Поэтому её я бы, ну, рассмотрел бы несколько подробнее всё-таки. Потому что, как вы видите этого мужчину, кем он для вас является, что вас привлекло в нём, вот. Возможно, привлекла вас в нём его мужественность, возможно, вас привлекло в нём что-то ещё. Но совершенно очевидно, что этого вам не хватает в вашем молодом человеке, как в мужчине. Потому что я не думаю, что здесь всё дело только в сексе, я не думаю. Я не думаю, что именно в сексе, ну, именно секс вас привлёк. То есть, ну, мне почему-то так кажется. Дальше. Так, в этого влюблённость начинается есть ребёнок. Возможно, вас тяготят именно обязательства со своим молодым человеком, а здесь вы понимаете, что никаких обязательств как бы нет. Здесь вы понимаете, что это просто вот, просто чисто секс и всё. Бывает такое, что обязательства давят. То есть, ну, к примеру, вы знаете родителей своего молодого человека, молодой человек знает ваших родителей, все-все-все, всех знают и все, вот, там, примерно чего-то ждут уже. Вам это определённо жили по душе, а тут вот мужчины, которые вам симпатичны, и вы просто, просто секс, секс, просто чисто секс. Вот, то есть, это иногда привлекает, когда отношения с партнёром выстраиваются не искренне. Недостаточно никакой. С другой стороны, может партнёр находится в роли ведомого по отношению к вам, а вы ведущая. Это вам тоже может не нравиться. Но мужчину менять уже поздно. Вы достаточно хорошо это понимаете и принимаете его таким, как он есть. Но ваша неудовлетворенность от этого меньше не становится. То есть, это уже мы говорим про обесценивание своих чувств и своих желаний. Помимо того, что своему партнёру вы, скорее всего, своих чувств и желаний всех выразить не можете. Из-за чувства вины, из-за страха, из-за стихнения, из-за чего-то ещё. Исмыть между вами нет. Дальше. Я никогда не изменялась своему любимому, но не удержялась. От чего? Что возникло? Просто сексуальное желание? Просто увлечение? Или что-то ещё? Мне даже нравится. То есть, вы изменяете и продолжаете изменяться. Футболист в последнее время остыл, меньше общения от него, а мне его не хватает. Чего именно вам не хватает, Карина? Это уже больше похоже на зависимость от человека. Чего именно вам не хватает? Так. Или может как-то по-другому себя вести? Ну, если вести себя по-другому как-то, то, наверное, менее активно и более недоступно. Чтобы футболист вас опять захотел завоёвывать. Потому что он, похоже, чувствует вашу доступность. Чувствует, что вы в нём нуждаетесь. Это ему уже не интересно. А дальше, как могло такое произойти? Ну, это вот неудовлетворенность с вашим парнем. Вы пишете с парнем всё отлично. Но да. Там было настолько отлично, что вы изменяете. Тем более, это мой первый парень. Ну, вот смотрите, я, конечно, не знаю, но... Нужно обмождение ваше анализировать с партнёром, с которым вы пять лет встречаетесь. Потому что, если это ваш парень во всех смыслах, да, в том числе и в интимном, то вы с ним, когда начинали встречаться, вы были, по сути, ребёнком, сейчас вы уже взрослый человек, и, возможно, ваши приоритеты изменились. Именно поэтому первая любовь, первые отношения, они редко когда заканчиваются хорошо, потому что люди всё-таки очень бурно развиваются, и они становятся другими, просто не приспособленными к отношениям. Вот. Здесь, опять же, вопрос в том, насколько вы объективно реально смотрите на вещи, которые происходят вот именно вокруг вас. Дальше. К футболистам была безразлична всегда, и сейчас нравится не потому что футболист. Ну вот, вы понимаете, Карина, что вы противоречите все сами себе. То есть, вы пишите, к футболистам была безразлична всегда. И пишите, сейчас, и сейчас нравится не потому что футболист. Так, а смысл тогда того, что вы написали перед этим. И почему вы не раскрываете, чем он вам нравится? Мужчина, всем нравится тогда. Если нравится, то не тем, что футболист, всем. Вот. Тем, что нравится, то является вашей потребностью. В целом, я думаю, что вы находитесь перед таким выбором. Либо вы признаете, что у вас в отношениях с вашим парнем есть проблемы, и решаете их. Либо уходите от своего парня, ну просто расстаете, да. Не пытается вы изменяете, а просто там, ну просто там еще вот понимаете, что, например, чувств больше нет, или отношения вас не устраивает. Да, это страшно, да, это больно, да. Это порождает кучу трудностей, вот. Но, тем не менее. Вот. Либо вы воспринимаете вот своего, ну скажем так, любовника, да. Ну, вы воспринимаете своего любовника как-то по-другому. То есть, я имею в виду, значит, выстраиваете, когда отношения с ним иначе, потому что по-другому у вас не получится. То есть, сами подумайте, вот, вы говорите, что вам его не хватает. А какое будущее у вас может быть? Ну вот вам его не хватает, хорошо, а будущее-то какое у вас? Если вы не собираетесь расставаться с любимым, и он не собирается расставаться с твоей женой, потому что у него ребенок есть. Какое будущее? Подумайте об этом. Либо вы решаете отношения с парнем, со своим, разбираетесь с них, анализируете. Оба обращаетесь за консультацией, причем, причем, там, анонимность, нераспространение вам гарантируется, да. Либо вы уходите и признаете, что вот с этим мужчиной, с которым вы были в отношениях 5 лет, отношения с себя и жили, это нормально. Вот, и дальше уже решайте, ну, решайте, что делать. Ну вот, то есть решайте, как поступить. Вот так, я думаю, можно вам ответить на ваш вопрос. Совершенно очевидно, что вы не очень в контакте со своими чувствами, то есть вы не очень хорошо отдаете себе отчет в том, что вы ощущаете, что вы чувствуете. Вот, вам бы поработать над повышением эмоционального интеллекта, в чем может помочь психолог. Тогда, я полагаю, вы будете лучше себя чувствовать, лучше будете чувствовать то, что происходит. Ну и анализ, конечно, ваших отношений с мужчиной, с тем, с которым вы 5 лет, в отношениях он необходим. Вот так. На этом все, я надеюсь, что помог вам. Если у вас остались вопросы, пишите в личку, буду рад помочь. Если вам понравился мой ответ, буду благодарен, если сделаете его лучшим, а небольшой такой по скриптам. А если копать совсем глубоко, то возможны, конечно, сценарии, негативные родительские сценарии. Например, запрет на близость, вот. Или, например, запрет на создание семьи, да. Возможно, страх перед близостью. То есть, вот, вы со своим мужчиной сближаетесь, например, сейчас, да. То есть, если этот срок большой, может уже речь идет о свадьбе, там, о детях, о всем таком. Вот. И вы боитесь этого, и в итоге уходите совсем в другую сторону. Вот. Это равно это работа над вашими потребностями, над тем, чего вы хотите. Это работа над выражением ваших чувств. Это равно это работа над пониманием того, чего вы хотите, и над корректированием своего поведения. Вот. Возможно, это изменение вашей модели женского поведения. Возможно, это изменение отношения к себе и к окружающим. Да, то есть, вот. Возможно, это смена целей, которая у вас сейчас есть. Возможно, вы футболисты используете в качестве, как бы так сказать, ну, в качестве расслабления, в качестве релаксации, вот. То есть, с первого на первого нужно понять, что для вас есть футболист и почему вам его не хватает, вот чего вам не хватает. Ну, не секса же вам, в конце концов, не хватает, не хватает чего-то другого, вот чего не хватает. Понимаете? Возможно, эта история тянется из детства. Возможно. Удачи вам, всего самого доброго.